Средний чек покупки кофе на вынос в январе-апреле этого года в Пермском крае составил 177 рублей. Это на 11% выше, чем за аналогичный период, годом ранее следует из данных сервиса Чекиндекс. Число покупок за тот же период выросло на 16%. Чаще всего жители региона берут на вынос капучино или латте в бумажном стакане объемом 200-300 мл. Что касается увеличения стоимости кофе, то местные эксперты уверены, что она обусловлена крупнейшим неурожаем сорта робусты во Вьетнаме. В мире идет глобальное потепление, и в рамках этого глобального потепления именно кофе – это один из тех сортов, наряду, например, с какао, который довольно существенно страдает. Плюс сейчас это проблемы именно для нас связаны с тем, что есть сложности с поставкой данного рода продукции в Северо-Восточной Азии на европейские рынки. Однако некоторые представители отрасли говорят о повышении среднего чека лишь на 7%. При этом сама индексация стоимости произошла совсем недавно, в мае текущего года. Увеличение цен на кофейные позиции связано с ростом себестоимости продукта. К сожалению, зерно в цене продолжает расти. Именно поэтому мы были вынуждены поднять стоимость, хотя долгое время старались не индексировать цены. Однако не все заведения при Каме увеличили стоимость на позиции. Так, в одной из пермских кофеен цены на напитки остались на прежнем уровне. Мы как установили цены с момента открытия, с этими ценами мы работаем по сей день, по той причине, что это очень тонкая грань между гостем и предпринимательством. Мы наращиваем клиентскую базу, базу гостей, и, соответственно, за счет этого держимся на рынке. Растущую популярность кофе, как в нашей стране, так и во всем мире, сейчас все больше обеспечивают ставшие платежеспособные представители поколения Z, которые имеют более устойчивую привычку кофейного потребления, по сравнению с предыдущими поколениями, заметили в сервисе. Возможно, сохранение цен на прежнем уровне способствует этому. А также улучшение качества приготовления напитков, работа с аудиторией, соцсети, работа бариста также влияет. Тем не менее, представители местного бизнеса сходятся во мнении, что стоимость кофейных напитков продолжит увеличиваться и во втором полугодии текущего года. По их мнению, основной рост цен обусловлен неурожаем кофе в странах-производителях, а также высокими ценами на топливо, что влияет на стоимость транспортных услуг. Среди других факторов эксперты выделяют рост цен на молоко и другие продукты, которые входят в состав кофейных напитков.